Так, ну что, ребят, всем привет, сегодня будет обзор проекта Торчейн или же Рун, Руна, да, как многие называют, соответственно, почему данный проект? Ну, во-первых, потому что многие подписчики просили, типа, разбери данный проект, очень интересно, ну и плюс я заметил, в принципе, думаю, можно, в принципе, подобрать его в портфель, будет, когда, опять же таки, я буду это делать, я уже говорил, отпишу в закрытом клубе, как мы видим, больше всего его, естественно, на Binance, самое интересное, что именно к BUSD, а не к USDT, вот, торгуется также на KuCoin, на HitBTC, на Gate.io, на MXC и на многих других популярных биржах. Данный проект, у нас, получается, эмиссия 66% монет в обороте, ограниченная эмиссия в 500 миллионов, является, получается, децентрализированным обменником, DEX, да, на Cosmos и Injective Ecosystem, сделан Multicoin Capital, портфолио инвестирует в него, также XNetwork Capital, вот, получается, на текущем этапе объемы 47 миллионов, 407 миллионов у нас капитализация, если посмотреть, имеется свой сканер, Explorer, да, получается, TorChain называется, и, соответственно, как мы видим, хранилишь всего, в резервах у нас практически 102 миллиона монет, транзакции всего было проведено практически 15 миллионов, получается, в виде наград люди получили, получается, я так понимаю, дивидендов или как, 72-73 тысячи, получается, монет, и, соответственно, TVL у нас залочено монет на 300 миллионов, то есть, где-то они либо застейканы, либо, соответственно, они переведены в виде, я так понимаю, сжигания, ну, напишите в комментах, кто шает в этой теме, я особо не вникал, ну, ладно, в общем, по поводу Binance, BNB Chain, у нас холдеров 22236, глянуть, вот, у нас на одном кошельке, получается, вот, на одном кошельке, получается, у нас там где-то 27 с половиной миллионов монет, это где-то 34 миллиона долларов практически, на втором кошельке чуть поменьше, ну, и, как мы видим, на одном кошельке, короче, 74 монет, процента монет лежит, вот, поэтому имейте это в виду. А по поводу, соответственно, токчейна, если зайти на сам сайт организации, в принципе, довольно-таки интересно он выглядит, своеобразно, как мы видим, и, соответственно, вот эта их монетка, да, вот так вот они себя позиционируют, можно зайти, посмотрите, ка систему, все это изучить, понятное дело, но, опять же-таки, я говорю, что я отталкиваюсь от графика, от социальных сетей, и, по большому счету, читать фундаменталы, это, конечно, все замечательно, ну, давайте прочитаем, это у нас независимый блокчейн, созданный с использованием Cosmos SDK, который будет служить в качестве децентрализированного обменника между цепочками, он использует модель автоматизированного маркетмейкера AMM, который напоминает первой интеграции Bancorp, BNT или Uniswap, где, собственно, токен будет базовой парой обмена, ну, короче, по большому счету, обычный децентрализированный обменник, который был просто больше распиарен, я так понимаю, также есть полуликвидности LP, да, тех, кто, получается, вносит или ставит активы по обе стороны ликвидности, части торговых комиссий, там, и так далее, вот, также, скорее всего, там стейкинг какой-то у них имеется, основан был в 2018 году, еще и стоящего рынка, вот, и, соответственно, цепочка на основе TenderMinf, поэтому в качестве механизма консенсуса у нас используется TenderMint BFT, византийская отказоустойчивость, он также использует Proof of Stake, то есть централизирован он автоматически, и в рамках элемента система валидаторов может размещать токены RUN для запуска сетевых узлов и проверки транзакций, проект планирует запустить свою основную сеть в какой-то момент, в 2021 году, ну, походу, запустили уже, он также запустил Binance Chain под названием BebsSwap, вот, по поводу, соответственно, инвесторов, это у нас, давайте глянем, это у нас Delphi, Multicoin, X21, Z Prime Capital, токен Economics, у нас такие дела по поводу валидаторов, я думаю, понятно, токен Distribution, давайте глянем, то есть у нас, получается, сервисные узлы 500 миллионов, это где-то 220,5 миллионов после сжигания, ну, о чем я говорил, скажу, да, вот это TVL, золоченные монеты, вот, операционные резервы 130 миллионов, 65 миллионов после сжигания для стимулирования персонала, резервы сообщества 120 миллионов, сейчас, получается, у нас 60 миллионов, непонятно почему, вот, команда и советчики 100 миллионов, теперь 50, пассивные инвесторы 60, сейчас 30 и пресейл, получается, инвесторов 70 миллионов монет и первоначальное предложение IDO было 7 миллионов из 20 миллионов, предложенных на продажу, 13 миллионов остались непроданными и позже были сожжены, такие вот дела, вот, покупали, получается, говорят, что по одному центу сейчас данная монета у нас стоит бакс, ну, то есть они уже имеют где-то около 100 иксов, даже по текущим отметкам, имейте это в виду, по поводу график поставок, давайте глянем, подачи жидкости, да, вот, соответственно, у нас разлоки могут идти вплоть до 27 года, но если глянуть более подробно, то есть у нас монет сколько получается, у нас монет 500 миллионов, ну, давайте глянем, 500 миллионов, то есть где-то у нас это закончится, плюс-минус, ну, да, по ходу к 27 году, да, закончатся окончательные разлоки, ну, как я это правильно понял, надеюсь, вот, по поводу самого сайта, кто захочет посмотреть, зайдете, сами глянете, по поводу соцсетей, также вот у них есть, я так понимаю, white paper, можете посмотреть, как это работает, там, fees, prices, цены, токены, рун, для чего он нужен, там, ну, для, скорее всего, поставки ликвидности, там, и так далее, обычный биржевой DEX-овый токен, да, ну, децентрализированного обменника, поэтому, то есть заходите, сами читаете, гугл-переводчиком переводите и смотрите, там, в Discord можно присоединиться, в Twitter у нас не так много, 190 тысяч читателей, как минимум, на регулярной основе постят они новости, вот, лайки, посты, комменты набирают на удивление, то есть, несмотря на то, что аудитория небольшая, то есть, немногие крупные проекты с миллионами или сотнями тысяч подписчиков могут таким похвастаться, Discord что-то не грузит, вот, по поводу медиума, вот, у нас последнее обновление было, 21 октября, обновление экосистемы, вот, если посмотреть, что она из себя представляет, вот так она, какие чейны, ну, цепи они интегрировали, это, получается, я так понимаю, биткоин, эферду, гикоин, лайткоин, Atom, естественно, на котором он сделан, в том числе, биткоин кэш, Evalanche, в ожидании, там, BNB, чейн, Dash, еще какой-то проект, не знаю, что это, вот, TorSwap, вот, какие, получается, проекты с ним связаны, вот, мобильные кошельки, DEX, и тот же TrustWallet поддерживает, получается, TorWallet у них, собственно, имеется, на десктоп можно скачать TorSwap, ну, то есть, своя свапалка есть, можно на Ledger тот же перевести, на SavePal, кстати, тоже, насколько я помню, вот, по поводу токенов, там, фарков, то есть, есть Maya какой-то протокол, аналитики, которые следят за ним, получается, комьюнити, вот, у нас, утилити, ну, то есть, это различные, там, услуги они предоставляют, NFT коллекции, ну, то есть, данный проект пользуется популярностью, как мы видим, вот, они выпускают какой-то отчет, правда, он какой-то коротенький, что вот, типа того, что, смотрите, какая у нас экосистема, если посмотреть по поводу какой-то отчетности по данной компании, ну, то есть, я ее пока что не вижу, вот, соответственно, July, у нас август, сентябрь, октябрь, ну, то есть, как-то слишком редко они пустят новости, 4 октября, 21, то есть, за этот месяц вообще нихера еще не было, ну, то есть, активность какая-то слабоватая, в Телеграме не следил, можете загуглить, глянуть, вот, по поводу Торчейна, получается, Телеграм-канала, 18 с половиной тысяч, если по поводу графика, вот, получается, по поводу графика, чтобы не жевать сопли, кто подробно, ребят, хотите, сами изучайте, я не вижу смысла, вот, вдаваться в лютые какие-то подробности, по верхам глянул, нормально, вот, поэтому уже все, в принципе, понятно, более-менее, опять же-таки, он отыгрывал уже большие иксы и показывал, стоячок рынка, там, с 18-го года, то есть, мы видим, что давал он профи, так как мы видим, сколько там, вообще, какие-то 176 тысяч процентов, то есть, это где-то 200 иксов, я так понимаю, да, получается, нет, даже больше, даже тысячу, да, сори, тысячу иксов, потому что тысяча процентов, это у нас 10 икс, 10 тысяч, это получается 100 иксов, а 100 тысяч, это получается 1000, вот, поэтому правильно, поэтому здесь можно было заработать 300 иксов, как мы видим, ну и далее, далее, как мы видим, донные отметки у нас, в принципе, относительные достигнуты, далее, далее, получается, вот, донные отметки, опять же-таки, пробили, да, мы вот этот уровень поддержки, как мы видим, начали падать еще ниже, опять же-таки, стоит ли подбирать, я считаю, вполне он может сходить еще ниже, вот сюда вот, поэтому, да, пришел к какому-то уровню, зеркальным уровень сопротивления, уровень поддержки, но если мы пробьем его, можем упасть вплоть до 70, если пробиваем этот, то вполне можем падать вот сюда вот, Вот у нас уровень, и получается это падение будет вплоть до минус 95, если сюда, то вообще минус 99. Поэтому, ребят, имейте в виду, то есть такой вот проект, я считаю лично, ну лично мое мнение, если заходить, то на максимум 1-2% от депозита это потолок. Вот, я считаю свое он отыграл. Многие скажут, что да, вот тут такая модель у нас нисходящая по шортам, подлетим потом, да. Ну, может быть, может быть. Такая же модель, кстати, по Zcash, но Zcash не делал pay high, а данный токен уже показал бешеные профиты. Плюс на преселе я показывал, там по одному центу закупали, если не дешевле. То есть, и кстати, вот здесь после листинга многие, может быть, сразу не заработали. Получается, ну может быть листинг здесь был, хер его знает. Вот, и здесь было 7 центов, то есть это уже 7 иксов, а даже сейчас по доллару они могут забрать 100 иксов. Ну, вот так. Вот, давайте глянем, зайдем даже ради интереса. Нет, даже я ошибся, сейчас даже 40 иксов могут забрать. Смотрите, брали они, получается, я, походу, то ли неправильно посчитал, то ли что. Вот, соответственно, у нас брали они по 3 цента и забрать сейчас могут 40 иксов, получится. А, ну да, правильно, все, да. Получается где-то так, хотя это они, наверное, отталкиваются от цены. Нет, все правильно, да, все правильно. Если отталкиваясь от текущей цены, ну что-то я, видно, неправильно посчитал. Ну, в общем, поправьте в комментах. Соответственно, а, ну да, 100 иксов, 100 иксов, да, я сказал, а здесь 40. Ну да, в общем, все верно. А по одному центу кто покупали, те 100 иксов, тогда да, тогда, ну я туплю, сори. Вот, поэтому по поводу распределения токенов, кстати, токеномики, ликвидность у нас, эмиссия в TVL, я так понимаю, 50% залочено, операционные какие-то азеры 13%, маркетинг, реклама 12%, создатели, адвайзеры, там, советчики 10% монет, 6% на пресейле, 7% на пресейле и публичная продажа, запуск получается 2%. Кстати, Coin98 Ventures кошелек тоже сюда инвестировал, поэтому могут забрать еще дохерящие иксов и укатывать цену могут еще вплоть, я живу, вообще запросто, давайте посчитаем, до 1 цента. То есть, если мы будем пидорить, сначала того, как они купили, ну даже вот сюда вот до 3 центов, это еще минус 95, а если по 1 центу кто покупал, то это еще минус 99. Поэтому, ребята, имейте ввиду, иксы могут до сих пор фиксировать инвесторы, либо киты, поэтому я бы особо не надеялся, что вот там, соответственно, надо сейчас влетать в этот проект и торопиться. Тем более, если рынок просядет, то, соответственно, плюс там еще разлоки, плюс продавать будут те, кто иксы заработал, ну там, десятки, а то и сотни иксов, то я бы еще подождал. Ну, мое мнение, опять же, такие данные проекты, я считаю, свое уже отыграл. Вот, всем удачи, всем пока, пишите, что думаете в комментах.